А сейчас к другим новостям. Власти Испании забили экологическую тревогу. К северным берегам страны прибивает бесчисленное количество пластиковых гранул. Это связано с происшествием месячной давности. Тогда недалеко от Португалии с грузового корабля в Атлантические воды упал контейнер с пластиковыми заготовками. И эту тему продолжит наш коллега Тамерлан Ким. Вот так сейчас выглядят испанские пляжи в северных регионах Галисия и Астурия. Они принимают на себя основную тяжесть загрязнения. Местные власти обратились за помощью к правительству страны. Экологические организации говорят, что об инциденте было известно заранее. Но руководство регионов ничего не предприняли. Прошел месяц с момента аварии. Потом прошло две недели с тех пор, как нас предупредили о массовом появлении этих маленьких шариков на пляжах. И все же автономные правительства Галисии и Астурии ничего не предприняли. Местные власти только сейчас объявили тревогу после давления со стороны граждан и скандалов СМИ. 8 декабря Либерийское грузовое судно потеряло 6 контейнеров в 80 километрах от португальского порта Виана де Каштелло. В одном из них хранилось около 1000 мешков по 25 килограммов с гранулами для изготовления пластмассовых изделий. То есть 25 том пластика попали в открытый океан. Транспортировочная компания утверждает, что ни один из шести контейнеров не содержал опасных грузов. Однако экологи взволнованы. По их словам, гранулы представляют опасность для морских обитателей и жизни человека. Пластик распадается на микрочастицы. Они растворяются в воде и попадают в рыбу и моллюсков. Далее они попадают на стол человека. Компания-производитель не предоставила информацию о составе пластика в этих гранулах. Мы также знаем, что это может быть связано с токсичными веществами, разрушающими эндокринную систему. Сертификация продукта не проводилась. Мы ждем обработки образцов и получения результатов, чтобы выяснить, о каком химикате идет речь. В любом случае, это экологическая катастрофа. Этого сырья не должно быть в окружающей среде. Это влияет на продукцию рыбаков и сборщиков моллюсков. Пластик угрожает общественному здравоохранению. Его микрочастицы в морепродуктах оказываются на обеденных столах наших ресторанов, в магазинах и в наших домах. По подсчетам Greenpeace, количество потерянных гранул исчисляется миллионами. По данным испанских властей, они также найдены на берегах Франции. Экологические организации надеются, что эта ситуация стимулирует Евросоюз и национальные власти урегулировать обращение с пластиковыми гранулами, чтобы не допустить подобных инцидентов. Тамерлан Ким, 24КИЗ.